Всем привет! Привет! Сегодня с нами Николь Дэли и Евгения Лисянская из Люксембурга. Мы арендовали кафе, чтобы снять это красивое видео для вас. В общем, я очень рада тебя видеть. Спасибо, что ты меня пригласила в это прекрасное заведение и угостила черчика. И я очень рада тебя видеть, потому что я слежу за твоей работой, мне нравится, как ты делаешь видео о Люксембурге. И я считаю, что очень здорово, что так много людей появляется, которые просто любят Люксембург, которые вдохновляют других людей посещать, путешествовать этот город, эту страну. И просто я буду рада ответить на твои вопросы касательно этого города. Да, здорово. Когда я только приехала в Люксембург, я стала искать информацию в Ютубе о Люксембурге. И я нашла видео Николь о Люксембурге, о плюсах и минусах жизни. Я оставлю линк под этим видео, вы можете посмотреть. И также сегодня, так как Николь уже уехала из Люксембурга, я бы хотела спросить ее про ее ощущения, о чем она скучает в Люксембурге, живя в Париже. Я скучаю о вот этом ощущении такого маленького компактного города, где все рядом. Я скучаю об этой организованности немецкой, которая просто меня восхищает. Потому что, когда я приехала в Париж, я обязательно сниму об этом видео, сколько мне пришлось пройти бюрократических этапов заново здесь. Просто буквально все быстро делается. И люди настолько оперативные, организованные, что это располагает к себе и хочется возвращаться. То есть вот эта вот организованность и одновременно доброжелательность меня поощряет, как бы меня вдохновляет. И мне ее не хватает во Франции, в Париже. О, это очень интересно. Я не задумывалась об этом с этой точки зрения. А как же насчет кафе, ресторанов, магазинов? Париж-Люксембург, кто выигрывает? Ну, я думаю, здесь мистери, тайна будет открыта, что в Париже, конечно, намного больше выбора и возможностей в плане культурного отдыха. Хотя Люксембург это тоже прекрасный город и прекрасная столица для культурного развития. Сегодня, например, я остановилась на ночь в месте историческом, в Клаузен. И это было приятно увидеть, насколько изменился город. Я уехала два года назад и сейчас вижу, построили, например, вот эти вот соединения Клаузен с Кирчбергом, Трампом. А там есть еще Клаузен, который с центром города соединяет. То есть все настолько быстро сейчас, что и сейчас все строится. То есть это вау! Люксембург не стоит на месте. Да, у нас откроется скоро галерея Лафаэйт. Да-да-да, я знаю, да. Мы очень ждем, надеемся. Обязательно приеду. Приеду на открытие и буду рада с тобой еще раз увидеться. Столько людей и русскоговорящих. Постоянно. Расскажи, вот, о русском общении. В Люксембурге, когда мы едем в какой-то магазин, например, да, с мужем, муж все время удивляется, как, куда я попал, и слышит все время русскоговорящую речь. Говорит, я где живу, в Европе или в России? Поэтому для него это вообще очень шок. И далее каждый, скажем, можно сказать, каждый месяц у меня появляется больше русскоговорящих знакомых, через знакомых, знакомых, через Инстаграм, потому что я стараюсь популяризировать Люксембург в Инстаграме, но также я пишу на нескольких языках, и чтобы также мои знакомые англоговорящие и франкоговорящие не оставались несчастными, не понимая русскую речь. Чтобы тебе было бы интересно еще узнать о Люксембурге, ты считаешь, что ты сейчас все уже знаешь, как бы уже все, ты стала уже эксперт Люксембург, или ты считаешь, что есть какие-то моменты, допустим, ты жила в Праге, да, ты мне сказала, расскажи, что тебе, ну, как бы, что тебе понравилось в Праге, что тебе не хватало, кстати, здесь, в Люксембурге? Ну, вот три года назад, когда я приехала, мне не хватало именно кафе, ресторанчиков, каких-то магазинчиков более открытых, потому что здесь ты тогда иногда идешь, и ты видишь на улице какое-то место, ну, там темное окно, да, оно может быть классное внутри, как вот это вот место, но ты никогда об этом не узнаешь, если ты не сдойдешь внутрь, но оно не располагает зайти внутрь, вот. И вначале тут не было таких, такого количества кофеен, которые я очень любила в Праге, да, каких-то заведений там, чтобы выпить кофе с подружками, но сейчас, как бы, Люксембург реабилитировался, появилось много новых мест, и, конечно же, когда появляется много новых знакомых, они знают больше мест. Николь, почему ты снимаешь видео на французском или английском языках и редко на русском? Ну, ладно, короче, мне надо идти на... На самом деле, я стараюсь снимать мысленно видео на русском языке, но так как я работаю на RTL, Люксембург, у них требования, у меня контракт с ними, но сначала у меня на английском были видео, сейчас они хотят больше на французском видео, то есть я буду, может, потом поэт на английский. Сейчас я с ними договорилась, чтобы у меня была возможность делать видео также на других языках, то есть на... Больше, может, на английском, может, так же много русских даже, которые говорят по-английски. То есть это охватывает большую аудиторию, и так же по-русски тоже говорить. Я заметила, что под одним и тем же, под одной и той же информацией, одним и тем же видео, разные комментарии, то есть люди по-разному реагируют. И почему-то под англоговорящим видео очень много там, очень много хороших комментариев таких там, о, молодец, там было интересно, спасибо, что поделилась, потому что это видео я сделала просто так, и на самом деле я уезжала из Люксембурга, и мне было как-то жалко уезжать просто, ну, не оставить свои впечатления. И я просто поставила эту камеру, села в комнате в спальне и сняла, я даже не готовилась, поэтому у меня, как бы, я, может, говорю так немного медленно, потому что я думала, что бы там еще сказать, то есть я за один раз села и сняла это видео, и даже не думала, что оно станет настолько популярным. В итоге есть видео, которые я стараюсь что сделать, и мало просмотров, а те, которые вообще не думала, что они будут популярны, они очень популярны, и я вижу, что люди, ну, вот, именно почему-то, ну, на английском языке, они пишут больше хороших вещей, которые тебя мотивируют дальше, а на русском, ну, почему-то меньше, меньше положительных комментариев, не знаю, как у тебя, расскажи. Ну, да, на русском бывает такое, напишут под видео, что... Ну, в общем-то, я слишком впечатлительная, но мне очень приятно видеть, я не жду какой-то похвалы, ну, какую-то... А фидбэк? Либо фидбэк, либо какую-то нормальную критику, но не там, не оскорбление, что-то еще, а просто... Потому что я, ну, сделаю видео просто, чтобы поделиться информацией, а не там, какими-то там, целями, другими, то есть... Поэтому хочется хорошего, доброго, какого-то совета, либо просто, ну, либо просто... Привет, спасибо, или привет, там, тебе нужно то-то улучшить, окей, да, музыка, знания могу брать, но... Ну, вот. У всех есть свои моменты, которые нужно улучшить, это нормально, то есть мы над этим работаем, мы же растем, и каждое видео получается лучше и лучше. Интереснее, интереснее. А еще вопрос, как ты вот вышла на РТЛ, что ты как бы снимаешь за них? Это твоя основная деятельность? Нет, моя основная деятельность, у меня несколько работ, я работаю на PricewaterhouseCoopers, ПВС, в аудите, там, у меня есть команда, с которой я работаю в организации событий, и также, то есть это моя полная ставка, полная работа, потом, естественно, этот проект РТЛ. РТЛ, они сами на меня вышли, они увидели мои успешные видео, много просматриваем про Люксембург, и им стало интересно, что есть человек, который так восхищается, ну, пусть у меня там плюсы-минусы, и то, и то есть, но... Они увидели эти видео, и таким образом вышли на меня, и пригласили на кастинг, и после этого кастинга пригласили подписать контракт, и с тех пор я с ними работаю. А также я преподаю языки по выходным, я преподаю русский, английский, французский и немецкий для детишек в языковой школе по воскресеньям, в основном, в субботу. Вот это вот очень интересно. То есть у меня, получается, три деятельности, но, естественно, вот это вот общение, мы, что я по специальности журналист, так же... А, у меня еще... Я работаю, да, на российское телевидение продюсером, и также, ну, иногда корреспондентом, зависит от проектов, и мне очень это все нравится, все, что связано с видео, с общением с аудиторией, с встречей с людьми. Вот, например, мы с Женей только встретились! Да, сегодня наше первое знакомство. Надеюсь, мы продолжим знакомство. Видите, мы сразу встретились, сразу начали записывать видео. Это как профессиональная деформация, мне кажется. Я не журналист, но у меня вот есть склонность к этому. Жилка, есть жилка. Хотя кто ты по специальности? Врач. Он и студиолог, поэтому... Вы знаете, кого обратиться в Аликсембурге, ты разовешь себе частную деятельность. Возможно, в один из дней, но... Пока что я рассказываю вам о Аликсембурге, и том, как нам живется в Аликсембурге, и вообще. Ты не жалеешь, что ты уехала с России? С России? Оу! Я вообще такой человек, который открыт всем возможностям. Я такая была с самого детства, и я была вдохновенной... Просто мне очень нравятся разные люди, разные культуры, поэтому я говорю на семи языках, и я постоянно продолжаю. Сейчас учу китайский, пытаюсь лексембургский учить, он очень похож на немецкий, поэтому не такоминаешь. И мне очень нравится, поэтому, когда я была маленькая, меня... То есть меня называли француженкой почему-то, хотя я французский не сильно говорила, вот. И потом я училась в университете в Москве, у меня было уже три языка. И потом я просто хотела дальше развиваться, путешествовать, и после этого я поняла, что я хочу двигаться дальше. То есть когда ты узнаешь какую-то культуру, тебе хочется обогащаться, и когда ты живешь в своей стране, я обожаю Россию, я обожаю Москву, у меня столько там друзей, есть такой опыт. И мне всегда приятно возвращаться, но я понимаю, что я хочу больше, я хочу еще... Мне приятно возвращаться, но я хочу попробовать то, что я вообще еще не знаю. Знаете, как просто себя кинуть в котел какой-то неизвестности и потом оттуда возродиться. Да, это я понимаю. Ну, собственно, в опыте прошла такие же круги, да, и не круги. Ну, можно сказать, это круги, это как спираль, ты движешься все время вверх, попадаешь в новую спираль, но просто с этим ты не можешь поджудить себя настолько в среду, находясь в том же самом месте. Я считаю, что очень полезно себя вырвать из этой зоны комфорта, потому что, например, мне в Люксембурге очень нравилось. Я люблю Люксембург, даже сейчас, когда я приезжаю, прям очень довольна, у меня много впечатлений здесь, эмоций связано с многими местами. Но я понимаю, что это вот выход из зоны комфорта, потому что мне было здесь очень комфортно. У меня было и работы, и дальше проекты, также журналистика с телевидением. Но вот когда я вся выдернула из этой зоны комфорта, я понимаю, что я обогатилась, у меня появилось что-то новое. А у тебя как, расскажи. Да, иногда просто, как сказать, период адаптации затягивается. Но ничего, я стремлюсь к дальнейшим, как сказать, горизонтам, да. И для меня просто, когда я закончила школу и университет, можно было всё выучить, кроме английского языка. Ну, то есть я там уже на тот момент 10 лет его учила, и поэтому я хотела говорить на очень многих языках. Собственно, поэтому я переехала в Чехию. И я просто на месте уже учила язык, да, и он гораздо проще давался. И сейчас я говорю на английском, на французском и на чешском. И как бы есть немножко французского, немецкого и лексинбургского. Но это гораздо проще даётся, когда вы живёте в Кабаровске, чем живя в Хабаровске, на Дальнем Востоке. Где все говорят по... Все говорят по-русски. И когда ты выезжаешь куда-то в Азию на отдых, да, тебе хватает примитивного английского. Я хочу купить там курицу или кофе. Или говорить просто медленно по-русски. Это реально работает. Каждый раз по-русски я вижу русскоговорящих туристов, которые просто медленно объясняют. Я не знаю как, но французы понимают их. Они просто говорят медленно. Дайте эту булочку. И они дают классно. Наше интервью подходит к концу. Николь уделила нам несколько минут своего времени. Спасибо большое. Спасибо тебе. Было очень приятно пообщаться. Спасибо за эти вопросы глубокие, интересные, которые меня заставили задуматься. Почему же я покину Россию? Почему же? Почему-то я хожу за семьей. Также, если у вас будут какие-то вопросы, Николь, просто оставляйте их в комментариях. Она ответит на них. Всем пока. Пока. Счастливо. Спасибо. 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 Продолжение следует...